Говорите со мной о Мухаммаде, алейхиссаляту вассалям. Эта история случилась во времена пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Одна пожилая женщина возвращалась с рынка с пакетами, полными продуктов. Ее ноша была нелегка, и по пути домой женщина часто останавливалась, чтобы передохнуть. Приятный на вид человек, видя, что старушке тяжело идти, подошел и предложил свою помощь. Женщина согласилась, и оба неспеша двинулись в путь. Надо сказать, что в то время вся Мекка разделилась на два лагеря, на тех, кто принимал послание пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и тех, кто отверг его. Старушка оказалась на редкость общительной, и всю дорогу жаловалась спутнику на то, как изменилась жизнь после того, как Мухаммад, сын Абдуллы, начал проповедовать свои идеи. — Дорога нам предстоит длинная, — сказала женщина, — так что давай поговорим. Только о чем и о ком угодно, но не о Мухаммаде, алейхиссаляту вассалям. Слышать не могу это имя. Вся наша жизнь наперекосяк после его речей. Он не признает религию наших предков, рассказывает, что есть один лишь Бог, и что все должны ему поклоняться. Всю дорогу пожилая женщина выкрикивала оскорбления и угрозы в адрес пророка Мухаммада, саллиллаху алейхиссалям. А ее спутник молча и спокойно шел рядом, терпеливо перенося трудности пути. Наконец они подошли к дому пожилой женщины. Незнакомец положил мешки с продуктами у двери дома и собрался уходить. Пожилая женщина остановила его и начала благодарить. — Спасибо тебе. Вот уж помог старой женщине. — Скажи хоть как тебя зовут. — Как? — Старая, плохо слышу. Повтори. Мужчина повернулся и сказал чуть громче. — Мухаммад, сын Абдуллы. Пожилая женщина в изумлении упала на колени и, подняв руки к небу, смиренно произнесла слова шахады. — Я верую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, его пророк. Говорят, что, став истинной мусульманкой, эта женщина впоследствии часто повторяла. — Поговорите со мной о Мухаммаде.